Существует ли путь о горе? Да, безусловно. Он до сих пор является очень активным духовным процессом. Тело недавно умершего человека обладает определенными возможностями, и некоторые системы используют это. Если вы хотите увидеть воскрешение мертвых и тому подобное, тогда вам к этим людям. А горе означает... Горе – это ужасный. А горе – это то, что за пределами ужаса. Так существует ли путь о горе? Безусловно. И это по-прежнему очень активный духовный процесс. Люди используют разные субстанции для разных процессов. Тело недавно умершего человека обладает определенными возможностями, и поэтому некоторые системы используют это. Что они делают? В мертвом теле все еще есть прана. Поэтому они сидят там. В маникарнике или в Харишчандрагате можно увидеть, как о горе сидят и наблюдают. Они интересуются, сколько лет было умершему, и как он умер. Вот почему, если люди не хотят, чтобы это стало известно, то укрывают тело пластиковой пленкой, чтобы нельзя было определить возраст умершего. Но о горе хотят это знать. Им нужно тело молодого человека, который был полон жизни. И тогда они приступят к своей работе. Они хотят использовать энергию, которая высвобождается. Когда тело начинает гореть, прана должна немедленно покинуть его. Они хотят воспользоваться этой жизненной энергией. Если вы не знакомы с наукой, стоящей за этим, нельзя просто думать, что все это странно и дико. Да, это экстремальный путь. Он не для всех. Зачем кому-то выбирать такой путь? Потому что они не смотрят на жизнь, как на хорошее и плохое. Они просто видят в жизни возможность достижения наивысшего. Им безразлично, как. Им все равно, как прийти к этому. Агора никогда не был социально приемлемым путем. Потому что то, что они делают, выходит за пределы всего, что вы можете себе представить. Так что они делают разные вещи. Это такие люди. Если вы хотите увидеть воскрешение мертвых и тому подобное, тогда вам к этим людям. И я бы сказал, что это очень грубая технология. Если рассматривать все системы духовности как технологии, то это очень грубая технология. Но все же технология. Она работает, но очень грубая. К примеру, если вы хотите найти воду, то вы можете выкопать колодец голыми руками. Или же можете использовать лом и лопату. Или использовать какой-то более сложный бур. или использовать бурильную машину. В наши дни это можно сделать и с помощью лазера. Это дорого, поэтому никто так не делает. Но вообще выкопать колодец можно и с помощью лазера. Тот же колодец, та же вода. Но способы их получения различаются. Итак, если вы будете делать это голыми руками, то когда вы начнете пить воду, у вас не останется ни ногтей, ни кожи. Но вам все равно. Потому что вас мучает жажда. Вот насколько вы хотите пить. И это также будет очень долгий процесс. Но вам все равно. Вы не хотите даже смотреть куда-то, кроме того места, где есть вода. Вы просто хотите двигаться в этом направлении. Если вы в таком состоянии, тогда да. Но проблема с таким подходом в том, что ваши руки могут износиться до того, как вы доберетесь до воды. Люди достигали воды таким способом. Это правда. Люди выкапывали колодцы голыми руками и так находили воду. Но если у вас недостаточно сильные руки, вы просто сотрете их до костей, прежде чем доберетесь до воды. И после того, как ваша кожа слезет, у вас может не остаться сил копать дальше. Так что существуют такие пути, где если серьезно возьмется тысяча человек, то до конца может дойти только один, остальные пропадут. Поэтому такие пути обычно выбирают больше для обретения оккультных сил, чем для духовного измерения. В плане духовного процесса это тоже путь. Но большинство людей могут не пройти его, потому что у большинства людей нет необходимой настойчивости, необходимого мужества, и они не способны справиться с отвращением, потому что на пути о горе вам придется делать самые отвратительные вещи. На такой путь вступают люди, которые хотят обрести определенные силы, чтобы доминировать над жизнью, чтобы доминировать над другими людьми. В этом контексте да, это действенный и эффективный путь. Это также действенный и эффективный духовный процесс для некоторых людей. Но это очень редкие случаи. Это не для всех. Другие просто сломаются на таком пути. Они просто сломаются, потому что для него требуется нечто иное. Они хотят эволюционировать до того состояния, в котором попытаются подружиться с тем, что вы считаете отвратительным. Потому что стоит вам сказать, что вам что-то нравится или не нравится. Вы разделите существование. А после того, как вы разделили существование, вы не можете принять его. Так что они совершают то, что вы не смогли бы вынести. Они дружат с тем, что для вас наиболее отвратительно. Потому что они хотят избавиться от своих нравиться и не нравиться. Для них все одинаково. Это способ принять Вселенную. Редактор субтитров